АЛЕКСАНДР ГАМОЛЯ Выборы 2018. Сегодня отбылось первое посажение областной выборчей комиссии по выборах депутатов Мясцовых Советов Депутатов 28-го скликания. Свято памяти и смутку. Одной из головных падей – святкование Дня Вызволения Гомеля станет военная реконструкция. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Социально-экономичное развитие региона, доброе упорядкование населенных пунктов и выращение кадровой проблемы у сельской мясцовости. Президент Беларуси наведал Будда Кашалёва. Ход визита у материаля Олега Синцерова. Будда Кашалёва – звичайный невеликий белорусский райцентр. С 20-х годов 19-го года, вядомая квестка, в 1971-м набыл статус города. Зараз тут проживаются около 8 тысяч человек. Чугунная станция, некакие предприимства по вытворчеству мяса и пластмассовых вырубов, музей и картинная галерея. Будда Кашалёва, саправды, можно назвать типовым городом Беларуси. Тем более важно ведать, чем живет город и какие проблемы хваливают горожан. Подчас встречи с местом между храми, размова по махчемусти бытовництва у городе-бассейна и социальных рантах, где плануется заменчать помер пенсии працующим пенсионерам. Теперь об этом можно доведаться. Особисто от керевника державы. Повыгонять пенсионеров? Нет, не загонять. Некоторые пенсионеры? Уменьшить пенсию. За что? Если они работают. Подождите. Там процентов 15. Послушайте, такие предложения до сих пор мне вносят. Я категорически просил. Почему? Александр Горьков, он заработал эту пенсию. Как я у него заберу? Тем более, она еще и небольшая. А как? У кого небольшая нет, а у кого большая забрать? Не надо. Не надо. Одинаково все зарабатывали. Не надо. Мы лучше будем идти по пути создания новых рабочих мест и зарплаты. Потримка и развитие социальной сферы сегодня так само сердцем державных приоритетов. Будокошелевская центральная районная больница сучастной выглядеть была в 2005-м, после завершения другого этапа будовництва. Что год больница оказывает стационарную допомогу больше к 8 тысячам пациентов. У денег Великой членой войны Евген-Долецкий у больницы бывает довольно часто. По-перше, кажа, худка будет 95 годов, у взрослых немаленьких. По-друге, подчас войны он был в некalки разов поранен. Зараз года так само отбивается на стане здоровья. Ну, что мне обижаться на больницу, нечего это. У меня персонал относится хорошо. А то, что хворобы, которые по возрасту, я трижды ранен. Мне делали рентген, маленькие осколки, где-то уши еще оставшиеся. До речи. Сегодня укомплектованность кадрами медустанового Будокошелевского района, складая около 95%. Значно горшая ситуация, зная уносит специалистов у сельской господарцы. Падчас справоздачи президента по социально-экономичному развитию Гомельской области, сочиня Абробоконкаму Владимир Дворник каже, что сегодня это одна значная проблема, какую необходимо вырешать у регионе. Я еще раз об ее узгадуюсь. При разгляде пытания о наведении парадку на земли, на протягу опочных пяти годов на Гомельщине реализуется программа, что годов добропарадку не некаких районных центров. Значная увага надается так само непосредственно Гомелю, а не постоянный рост населения, створяя пыльные проблемы. Отток населения, что был в районные центры, в других городах. Видим эту проблему, но по 50 тысяч, по 60, 70 прирост за 10 лет это много. Для области это много. Поэтому надо как-то рассредотачивать людей. Если сместить центр тяжести по жилью в район, вот и закрепление будет... Ну там мы делаем без всяких проблем. Мы сегодня уже пошли по сельским районам уже дальше. Значит, мы сегодня выстраиваем маршруты таким образом, чтобы увязать рабочее место горожанину в сельской местности, чтобы туда двигался автобус рейсовый и вечером забирал. Водокошалевский районный дом культуры – соправный центр культурного життя. Только с початку этого года тут проведено количество 130 мероприемств, а в начале этого заняток по интересу кто-то может найти практически каждый. В нашем учреждении функционируют 15 клубных формирований для разных категорий населения. Это и дети, и подростки, и пожилые, и молодежь. Подчас наведывания Водокошалевского районного дома культуры президенту рассказывать об развитии в регионе ромесництва и заховании народных традиций, а так само демонструить некаких музычных номеров. После завершения выступлений у Александра Лукашенко, выказывая подяку самодельным артистам, текавится их житьем и называя Водокошалевшину «малиновым раем». Ну молодцы, спасибо вам. Спасибо вам большое. Живите долго, мирно. Вам здорово. Вы в городе живете? Да, здесь. Здесь. Ну, город у вас сегодня красивый. Вот я говорю, чтобы он всегда был. Работаем на сельском хозяйстве. Свои огородки. Ну вот. А ты говоришь, не хватает тебе чего-то. Ой, всё своё. В этом году урожай – это небывалый урожай. Серьёзно? Вот ответ. Я первый раз к своему стыду знал, что там малиновый край. Ну… Почему всё было у региона подректоваться? Президент облетел город на вертолёте и застався задоволен и убаченным. Водокошалёва повинен стать сопроды европейским городом. Зараз года тем больше актуально, что в свете сопротивление с Беларусью надают всё больше великое значение. Опять же, я сошнусь на министра иностранных дел Германии, который уже публично заявил, просто порядочный, откровенный, наверное, человек, он сказал так, что мы бы хотели видеть Беларусь как связующее звено между Востоком и Западом. Нет. Без Беларуси нет Европы. То, что мы всегда говорили, я всегда вас убеждал в том, что у нас будут нормальные отношения с Европой, потому что мы сами сердце Европы. И вот наша роль, наше будущее. Мы должны быть этим связующим звеном, если Европа этого хочет, а европейцы этого хотят. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» с Будокошалёва. Сегодня отбылось первое посажение Гомельской областной выборчей комиссии по выборах депутатов Мясцовых Советов депутатов 28-го скликания. С родоснованных пытаний, обранники равниства и вызначения межу округовых территориальных комиссий. По выниках голосования одноголосно старшинёй обраны Алексей Неаверов. Наместником старшини областной комиссии стала Тамара Лукьяненко, а сократаром – Василь Зубец. Затвержено 60 округовых территориальных комиссий. Так само члены областной комиссии затвердили план и режим яе-працы. Инфоцентр по проведению выборов депутатов Мясцовых Советов будет працовать у Будынку Гомельского обл. Ваконкама по адресу проспект Ленина, 2, кабинет 212. По будних днях с 10 до 19 годин с перепынком на обед, а в субботу с 10 до 14. Я не первый раз участвую в избирательных кампаниях по различным уровням и по СМС, парламенту и президенту. Поэтому ожидание, что это новая для меня должность, которой хотелось бы оправдать доверие членов Гомельской областной избирательной комиссии, чтобы всё прошло у нас в соответствии с действующим законодательством на уровне, на высшем уровне. Разом за экологичную безопасность у Мазары отбылась нарада по выполнению погоднения между Белоруссией и Украиной об совместном использовании и охове трансграничных вод. Ее выником стало подписание протокола по выполнению достигнутых погоднений. Удельники 8-й полику нарады при выражении на запашенных питаниях уличили в опыт минулых годов. Упершению погоднения об совместном использовании трансграничных вод было подписано в 2001 году. От выконания документа в кончатковом рахунку залежит водогосподарчая деятельность народа у двух краин и экологичная безопасность. В рамках трехденного визита на Мазаршину в Баке ознайомились с выниками проведения мониторинга поверхневых и подземных вод. Оберковали и затвердили планы суместной деятельности на 2018 год. Выником стало подписание протокола по выполнению достигнутых погоднений. Наступная рабочая состреча Бакова отбудется у Херсонской в области Украины в 2018 году. Республиканский семинар Державного вытворчего обеднания «Белонерго» проходит в ГТ «Дни» в Гомеле. Он просвечен выникам подрыхтолки до теплянного сезона. Наш областный центр стал местом проведения состречи невыпадково. Все лета после двухгодовой реконструкции открылась Гомельская ЦЦ-1. Удельники семинара обмерковывали пытания по ремонте энергомеханичного обсталявания в разных подразделениях Украины. Простовники Гомелянерго делились своим опытом и напрацовками. До зимового периода Гомельщина целком готова. Усе подрыхтолучие работы выполнены в термин. Сярод их – ремонт котельного и помпового обсталявания, а так само увод по эксплуатации новых объектов. Дякуючих этому Гомельская ЦЦ-1 сегодня одна из самых экономичных Украине. Это дополнительно позволило на Гомельской ЦЦ-1 прирасти мощностью по электрической части. До реализации проекта мощность составляла 6 мегаватт. После реализации мощность оборудования составила 37,3 мегаватта электрической мощности. Также новые технологии позволили значительно сократить расход топлива на выработку тепловой электрической энергии. Установлена турбина Сименс знаменитого немецкого производителя мощностью 5,3 мегаватта. Введена газотурбиновая установка фирмы «Хитачи». Завтра одной из головных падей у святкования дня вызволения Гомеля станет военная реконструкция. Яна для строя гисторичный эпизод, коли подчас Гомельской рэшеской операции войске Беларусского фронта смогли прорвать оборону противника и створили погрозу по немому флангу группы армий «Центр». У мероприемстве проймуть удел представники больше, как 10 военно-гисторичных клубов Беларуси. Яны продемонструють деючую ретро-технику переду вызволения. Реконструкция пройдет в историчном месте на озлучшении Любинского озера и Ракисош. Это недалеко от пятого микрорайона. Ориентир, автобусный припынок, пляж Роповске. Початок о 12-й године. Ребят будут ночевать непосредственно так же, как в те дни в военных палатках, зимой с буржуйками, последнюю ночь перед мероприятием. Достаточно много различных интерактивных площадок. То есть в этом году в немножко больше расширенном таком формате будет проводиться и реконструкция. И помимо этого еще привлечены различные другие силы, то есть различных учреждений. Я знаю, что там выставки будут помимо этого. Ну и для согрева все-таки будут у нас и чай, кофе. То есть там непосредственно будет организованный общепит. У Палации Румянцевых и Паскевича можно убачить великую коллекцию самых разностайных новогодних упрыгоживаний. Тут открылась выстава музея елочных цацак. Многие из представленных экспонатов – раритеты, которые в разный час использовались в разных краинах для упрыгоживания древ символов новогодних и калянных святов. Казачная новогодняя феерия разгорнулася у трех залах центральной части Палации Румянцевых и Паскевича. Тут, наведывальника, учакая экскурсу историю новогодних упрыгоживаний, закрыты их створения, особенности святкования Нового года в разных кутках света. А так само пошта Деда Мороза. Створальник коллекции Андрей Бягун обехал больше за 50 краин у пошуку цацак и атрибутов новогодних святов. Кто-то привозит магнитики с разных стран, кто-то тарелочки, кто-то что-то еще, но я начал привозить елочные игрушки. Ну и когда вот игрушек стало очень-очень много, что не помещались даже на мою домашнюю елку, ну вот родилась идея сделать музей, выставку. И вот с 2014 года, это вот такая стала доброй традицией, мы каждый год делаем музейный проект или выставочный проект, музей елочных игрушек, который колесит по Беларуси и выезжает за пределы нашей страны. Городский легкоатлетичный кросс, присвеченный 74-й годовине вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников, пройшел сегодня в областном центре. Стать удельником неумогчимость кожны. Спортивное мероприемство объеднало больше за 200 человек, причем взрослых спортивных аматоров самый розный – от 14 до 81 года. Один со старейших удельников – Иван Мажеев, який специально приехал в Зрешице. За его плячем от 30-х годов занятков спортом и больше за 40 марафонов, что дозволяя быть заусюду в тонусе, николи не хвореть и добро себе отчувать у таким шановным узростям. Мне вот исполнилось 81 год, 82-й. Вот я в Гомеле постоянно участвую. Пинский, Минский, Васиповичев, Полоцкий, Бобруйский, Жлобини. Вот постоянно бегаю. Здоровый, никогда я не болею. И здоровый, и буду бегать до последних своих дней. Всегда будешь здоровый, когда бегаешь, когда ты среди коллектива, народ здесь, общение очень здорово. Лёгко-атлетичный пробег у Гомеле проходил по трех дистанциях – 5, 10 и 20 километров. Пераможцы отрымали каштоуные подарунки. Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи у эфира.